Сегодня, думаю, вы не первый раз в городах Киевской области, фактически уничтоженных российскими оккупантами. Но за армией, которая освобождает города от оккупантов, наступает следующий, не менее сложный этап – обновление мирной жизни. Это происходит следующим образом – разминирование. Сегодня вы увидите взрывчато опасные предметы, которые тысячами мы находим каждый день в этих местах, также сбор и опознание трупов. Мы не можем сказать точное количество. По свидетельствам полиции и волонтёров, которые здесь находятся, местных жителей, десятки тел находятся в квартирах после взрывов, десятки тел находятся в лесах, куда пока нет доступа, так как пока там не проверено. Такая последовательность. Сначала разминирование, потом работа с телами, фиксация правонарушений, военных преступлений, которые сотворили сложно сказать военные. Эти орки, что находили здесь. Однозначно нельзя сказать, что это делали люди, которые имеют какую-либо культуру. Хоть какое-то понимание гуманности. Это не имеет ничего общего с такими понятиями. И так, сначала разминирование, и только после этого могут возвращаться сюда местные жители. От двух до четырёх тысяч взрывоопасных предметов разных типов находим в день. Ручные гранаты, установленные на растяжках, сильно, скажем так, небезопасны. Противотанковые мины, снаряды артиллерии, кассетные элементы, которые использовались для уничтожения наших людей, они очень опасны. К ним нельзя прикасаться. Радиус поражения от 150 до 200 метров. Мы не видим, что тут явных ознак загибших. И то, что облылы тут запальное сумминство... А здесь, в Буче, во дворе частного дома, во время оккупации русские солдаты расстреляли шесть человек, после чего облили тела бензином и подожгли. Скорее всего, пытались скрыть следы своего преступления. Тела будут доставлены в судебно-медицинские учреждения, где эксперты проведут работу и предоставят нам причины смерти этих людей. Что касается других следственных действий, будут более глобальные экспертизы, гистология и другое. Чтобы установить, что произошло. Так как личности не установлены, отберем ДНК-анализы, внесем в базу, чтобы родственники знали, где они похоронены. Это улица Вокзальная, одна из центральных улиц в Буче. Именно здесь колонна российской боевой техники попала в западню. То есть расстреляли первую машину, последнюю машину, а потом уже сожгли все остальные. Уцелело буквально только пару единиц российской техники. Слышу звук такой грубый, а это танки едут. Вижу, танк стреляет. Дорога идет и 20 пуль стреляет. С танка стреляют. А за ними идет очередь российская. Туда, на Ирпень ехали. А потом они вернулись сюда. И началось все. Туда, на Ирпень ехали. А потом они вернулись сюда. И началось все.